МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Панорама Севера». О новостях среды, 14 января, вам расскажу я, Ирина Кожина. Цыгломинь. Продолжается возведение 8-39 квартирных домов по программе переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. В ходе рабочей поездки на стройплощадке побывали представители мэрии Архангельска и правительства области. Социально значимую стройку в Цыгломине с дозором обошли не только специалисты мэрии Архангельска и регионального правительства, но и, судя по всему, мороз воевода. Ведь с наступлением сильных холодов темпы работ замедлились. Если свайное основание подрядчик компания АМ Констракшн выполнила своевременно, то сейчас, по заверению ее сотрудников, бетонные работы из-за столь низких температур производить нельзя по технологии. Наверстать упущенные строители обещают, едва потеплеет. Ускоренного решения проблемы требует и инвестор проекта мэрии Архангельска. Задержка в данный момент месяца полтора от представленного подрядчиком графика производства работ. С нашей стороны подрядной организации направлено требование о ведении работ в три смены. Мы предполагаем, что если работы будут вестись 24 часа в сутки на данной площадке, то, возможно, подрядчик успеет. Успевать по контракту необходимо к 15 апреля, когда должны быть сданы все 8 домов. И персонала, и техники, и стройматериалов, как уверяет подрядчик, у него достаточно, чтобы уложиться в срок. Все сегодня зависит, конечно, от подрядчика. Насколько они плотно займутся работой, как они ее организуют. Со своей стороны и мэрия, и правительство области всяческое содействие готовы в рамках контракта оказывать данному подрядчику. Помощь была организована уже на начальной стадии строительства. Разрешение на него мэрия выдала даже раньше срока. Сегодня акты выполненных работ заказчик принимает и проверяет день в день, и сразу направляет их на оплату. Кстати, здесь есть еще один плюс. Ведь финансируется только тот объем работ, который фактически выполнен. А значит, ни один рубль, вложенный в социальную стройку, не уйдет на сторону. Алексей Карельский, Алексей Шершов, Панорама Севера. В 2015 году в России изменится структура ЕГЭ. Из госэкзамена исчезнет тестовый блок, который давал школьникам право выбирать из четырех предложенных вариантов верный. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Блок уже исключен из экзаменов по литературе, математике и русскому языку. В испытаниях по остальным предметам количество таких заданий сокращено. Перемены обусловлены стремлением повысить качество проверки знаний выпускников. Что касается перехода к системе добровольной сдачи ЕГЭ, то, по словам Федерального министерства, об этом пока рано говорить. Например, в октябре прошлого года на форуме Общероссийского народного фронта президент России Владимир Путин заявил, что идею об отказе от обязательного ЕГЭ необходимо всесторонне обсудить. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математики. С 2020 года в число таких испытаний планируется ввести экзамен по иностранному языку. С 1 января 2015 года изменился порядок налогообложения недвижимости для физических лиц. Теперь его величина определяется исходя из кадастровой, а не из инвентаризационной стоимости, как раньше. Чем это обернется для граждан, разбирался Виктор Кузнецов. Оценка недвижимости уже проведена. Данные занесены в Росреестр и теперь меняются только параметры для налогообложения. В отличие от инвентаризационной, кадастровая стоимость квартиры, гаража или жилого дома приближена к рыночной. Зависит от удаленности вашей квартиры от центра города. Может учитываться материал стен, может учитываться транспортная доступность, близость установок общественного транспорта. При оценке недвижимости в многоквартирном жилом доме применяются усредненные показатели. Что делать, если вы не согласны с определенной стоимостью вашей собственности? Обратиться в кадастровую комиссию при Росреестре. Бояться огромных налоговых платежей не стоит, утверждают сотрудники фискальной службы. Мы брали и Хрущевки, и Ульяновки, и Новострой, и деревянные дома. И по некоторым идет даже снижение. По некоторым идет рост и в разы. Допустим, по деревянной квартире, если человек платил 34 рубля, а в Маймаксанском округе мы для примера брали, то он будет платить 117 рублей. А если по новостройке инвентаризационная стоимость трехкомнатной квартиры на Северодвинской, она была, ну, человек платил около 5000 рублей, то он будет платить 3,5. Разница компенсируется за счет ставки. Ранее величина налога была полпроцента от стоимости объекта, сейчас 1,1. Изменился порядок предоставления льгот. Ранее пенсионеры не платили налог на имущество, даже если имели три квартиры. Теперь льготироваться будет только одна из них. Это же касается гаражей и индивидуальных домов. Поскольку в 2015 начнется только начисление по новым правилам, то платить по ним мы станем в 2016 году. Виктор Кузнецов, Руслан Семушин, Панарма Севера. Сегодня православные христиане отмечают день, когда совершилось обрезание Господня. Празднование этого события приходится на восьмой день после Рождества Христова, на 14 января по новому стилю. При совершении обрезания божественному младенцу было дано имя Иисус, то есть Спаситель. Для древних иудеев именно этот обряд определял принадлежность к богоизбранному народу. В новозаветное время он уступил место таинству крещения. Праздник обрезания Господня напоминает христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом, а также являет в Иисусе Христе истинного человека, а не носителя призрачной плоти. К другим темам. Любая цель достижима. Секретами поступления в военные вузы страны поделились первые выпускники Архангельского морского кадетского корпуса. Отучившись семестр, ребята вернулись в Архангельск и встретились с сегодняшними одиннадцатиклассниками. Встреча переросла в своеобразную учебную консультацию. Время стремительно. Еще в мае они утюжили кадетскую форму, а сегодня на их плечах курсантские погоны, а за их спиной первый студенческий семестр. Из 37 первых выпускников Архангельского морского корпуса 18 человек продолжили образование в военных вузах страны. Эмоций очень много, эмоций очень положительных, огромное удовлетворение, когда видишь своих выпускников, кем они стали, чего они уже за короткое время достигли. Время стремительно. Еще недавно Дарья Кузнецова стояла на пороге взрослой жизни, а сегодня она сделала главный шаг навстречу мечте. Ее прабабушка в годы Великой Отечественной войны была связисткой. По ее стопам и пошла теперь уже первокурсница военной академии связи имени Герой Советского Союза Буденова. Кадетский корпус, он нас научил всему, и коллектив, и распорядок дня, дисциплина. В принципе, это не было для меня сложным. Военным быть – это классно. Девчонки я хотела, чтобы тоже шли, женщины, место в армии. Мы не уступаем парням. Мечты реальны. Именно об этом вчерашние выпускники говорили с теми, кому лишь предстоят волнения при выборе собственного будущего. Чтобы этот выбор был как можно более широким, необходимо успешно сдать ЕГЭ. На что обратить внимание, как лучше подготовиться к экзаменам. Эти вопросы и стали ключевыми на вечере встречи, которые из обычного дружеского общения перерос в образовательную лекцию. Сейчас после зимних каникул самое такое активное время для подготовки к единому государственному экзамену. То, что говорят их сверстники, то, чему они учат, они воспринимают намного ближе, больше, и это полезнее им, вот эти встречи. Такие консультации станут традиционными. Они будут проходить и в других школах региона. Ведь время стремительно. И ЕГЭ намного ближе, чем кажется на первый взгляд. Александр Антонов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. В России появится государственная электронная почта. Соответствующий приказ уже зарегистрирован в российском Минюсте. Отправка простых и заказных писем будет вестись через информационную систему Почты России. В первую очередь новая почтовая услуга направлена на отправку юридически значимых уведомлений. Например, штрафов от автоинспекции, налоговых квитанций или судебных повесток. Кроме того, с личного почтового интернет-ящика, выделенного в федеральной службе, человек сможет писать письма в различные ведомства, чтобы не стоять лишний раз в очередях. Тем самым он сэкономит время, а государство – деньги. Символ Архангельска, легендарная хоккейная команда «Водник» 18 января отпразднует 90-летний юбилей. Прославленная команда 9 раз становилась чемпионом России по хоккею с мячом. На протяжении всех этих лет горожане с замиранием сердца следят за успехами любимой команды. Даже в самые лютые морозы приходят на стадион, чтобы поддержать игроков. О том, что сегодня «Водник» значит для архангелогородцев, узнаем из традиционной рубрики «Вопрос дня». Я очень продолжительно отношусь к спорту. Команда «Водник» для нашего Архангельска – это, конечно, родная команда. Поэтому очень большое уважение испытываю к этой команде. И ко всем профессиональным спортсменам, которые имеют к ней отношение. Работал перевозчиком в свое время, приезжали канадцы. Первый вопрос был про хоккейный клуб. Есть ли у нас местный хоккейный клуб. Ну и так что мне кажется, что в принципе это такая вещь, которую надо развивать. Надо все-таки поддерживать, болеть. Поздравляю с юбилеем клуб. Мне кажется, для Архангельска эта команда, это как символ Архангельска считается. Потому что «Водник» он много лет был чемпионом, был лучшей командой. Ну в нашем городе, мне кажется, каждый второй болеет. И тем более я сама спортсменка и училась с ребятами на спортфаке с «Водником». Ну и желаю им удачи, побед и всего хорошего. Болеем за «Водника» – это наш Архангельск. Должны они всегда победить. И им всего-всего доброго. И пусть они дальше побеждают, как раньше нас радовали. Сейчас краткий обзор событий среды 14 января. Новостной дайджест. В Архангельской области пройдет Всероссийская Олимпиада школьников. Более 1 тысячи учеников старших классов будут демонстрировать не только знания, но и практические навыки по 21 предмету школьной программы. Победители регионального этапа примут участие в главном общероссийском финале Олимпиады, который пройдет 8 февраля в Доме детского и юношеского творчества. Архангельская область готовится принять первенство и чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в феврале и марте 2015 года на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Малина» в Кавустьянском районе. В них примут участие около 1200 спортсменов, тренеров и судей со всей страны. На специальном сайте чемпионата уже сегодня можно найти всю информацию для участников и гостей. Здесь же будут публиковаться и итоговые таблицы с результатами гонок. До конца осенне-зимней навигации из-за снижения спроса авиакомпания «ЮТЕЙР» отменила рейсы из Москвы по восьми направлениям, в том числе и в Архангельск. Здесь пассажиропоток упал на 22%. Напомним, что «ЮТЕЙР» проводит сейчас программу сокращений издержек. В частности, с лета пассажиры большинства ее рейсов оставлены без питания, как платного, так и бесплатного. Компания также выводит из флота несколько десятков самолетов. С 8 по 13 января в Архангельской области установилась морозная погода с температурными значениями до минус 31 градуса. Это способствовало тому, что в электрических сетях «Архэнерго» был зафиксирован максимум нагрузок. Специалисты службы электрических режимов не исключают, что для зимы 2015 года это еще не предел. По прогнозам синоптиков, к концу недели ожидается потепление до минус 5 градусов. Но специалисты «Архэнерго» не снижают деятельности. Дежурный персонал круглосуточно контролирует состояние электросетей и электрообъектов. В Архангельске откроется выставка «Лилия Славинской. Мечта об Арктике». В 2014 году художник-фотограф Лилия Славинская совершила арктическую экспедицию, результатом которой стали десятки картин и фотографий. Цель художницы – продемонстрировать зрителям нетронутую дикую красоту природы близ Северного Ледовитого океана. Открытие выставки состоится 16 января в 16 часов в Музее художественного освоения Арктики имени Борисова по адресу улица Поморская, 3. А теперь о главных темах свежего номера газеты «Архангельск. Город воинской славы». Одна из главных тем на этой неделе – как проходит отопительный сезон и как работают городские коммунальные службы в условиях сильных морозов. Вы также узнаете, какие меры принимают власти для повышения зарплаты педагогов и оптимизации численности управленческого персонала в школах. Как страховые компании из-за отсутствия бланков полисов ОСАГО срывают плановое движение общественного транспорта. В каких случаях из-за морозов отменяют занятия в школах и при какой температуре воздуха не должны проводиться уроки физкультуры на улице. Благодаря чему конькобежец Александр Румянцев стал лучшим спортсменом 2014 года на конкурсе «Спортивная звезда Беломорья». Газета публикует муниципальную афишу, телепрограмму и страницу поздравлений. Газета «Архангельск. Город воинской славы». Помни о прошлом, живи настоящим, думай о будущем. Он, как никто, умеет окунуться в сказочный мир детского воображения. В Архангельск приехал известный детский писатель Сергей Георгиев. Многие его произведения отличают умение правдиво и точно описывать творческие процессы, происходящие в голове маленьких фантазеров. Свой визит в наш город, кстати, уже четвертый. Автор начал со встречи с мэром Виктором Павленко. «Величайшее счастье на свете – выдумывать и записывать фантазии». Так о своей писательской судьбе говорит Сергей Георгиев. Сейчас литератор работает над продолжением приключений одного из своих персонажей – Амурского тигренка. Рукопись виздательства он должен сдать 20 февраля. Писатель уверен – современные дети точно знают, что и о ком хотят считать. Современный писатель вынужден соревноваться как раз с классиками. То есть ребенок подходит и выбирает, хочет он мою книгу взять, или Чуковского, Маршака и так далее. На встрече с мэром Виктором Павленко писатель признался – «В душе я чувствую себя архангелогородцем». Градоначальник ответил – «А мы рады, что наши дети благодаря вам читают». «Писателей у нас хороших много, это замечательно. То, что я встретился с детским писателем, мне вдвойне, честно говоря, приятно. Мы уже закладываем в будущее». Сегодня же Сергей Георгиев встретился со своими юными читателями. Как назывался первый рассказ, сложно ли сочинять для Иралаша и какого цвета была его собака Янка. Маленьких поклонников интересовало все. «Я читала «Должок», «Ватрушки бабушки Милани», «762 головы», «Котенок». Я прочитал книжку «В пятом пыль» Сергея Георгиевича, и она мне больше всего понравилась. Какими бы удивительными ни были рассказы Сергея Георгиева, все они из жизни, а большинство родом из самого детства. «Я помню себя очень хорошо в четырехлетнем возрасте, я помню себя в одиннадцатилетнем возрасте и могу вот так вот перемещаться. Это счастливая совершенно способность, вот мне она дана». Впереди у писателя новые творческие встречи. Проходят они по всей России. А после выхода новой книги поделился Георгиев вернусь к своему любимому занятию – наблюдать и записывать фантазии. Екатерина Грицыенко, Елена Матвеева, Ольга Красолина, Дмитрий Люканов. «Панорама Севера». Захватывающее действие произошло в минувшее воскресенье в Архангельском городском культурном центре. Там состоялось галопредставление участников городского конкурса «Маскарад календаря». В этом году шоу собрало не только рекордное число участников – более 180, но и полный зрительский отшлаг. За ходом конкурса следила Елена Матвеева. В этом году в девяти номинациях соперничали 124 конкурсанта. Пожалуй, самые фееричные образы в дефиле «Причудница». Но где еще увидишь, например, ходячий салат оливье? А вот десятилетняя Маша Селягина с мамой решили напомнить – в 2015-м русской матрешке исполняется 125 лет. В этом костюме мне нравится простота, но в то же время очень хорошее сочетание цветов, которые продают костюм ему такую изящность, что ли. За 17 лет существования конкурса «Маскарад календаря» на суд жюри было представлено больше 2000 карнавальных костюмов. Замечательно то, что среди участников конкурса уже есть целые семейные династии. Вырос старший ребенок, подрастает младший, и семья вновь участвует в этом конкурсе. Я думаю, что вот это вот сказочное настроение, оно сохранится в этих семьях. Мастерство, творчество – это объединяет семью. Одна из таких объединенных творчеством семей – Пономаревы. В конкурсе участвует уже в четвертый раз. В этом году двухлетняя Оксана в образе рокерши. Идею она подала сама. Она дома ездила на велосипеде, делала вид, что это у нее мотоцикл, поэтому у нас родилась идея рокерши ее сделать. А вот сын Марии, Дима, стал царем-батюшкой. Только на отделку наряда ушло 10 тысяч пуговиц. В итоге венценосный образ единодушно был удостоен гран-при конкурса. Царь очень суровый. Суровый и справедливый. Расходились участники парада карнавальных костюмов от кутюр воодушевленные. Многие уже знают, какими станут их образы в 2016-м. Инга Швецова, Елена Матвеева, Евгений Зыков, Панорама Севера. После новогодних праздников возобновились игры чемпионата Архангельска по мини-футболу в высшем дивизионе. В 10-м туре встретились крепкие соперники. Команда СКК и Химик. До этого матча соседей по турнирной таблице разделяли три очка. Впереди были и номинальные хозяева площадки в этом поединке футболисты СКК. От очередного очного противостояния болельщики были вправе ожидать массы голов. Ведь в воротах обеих команд по ряду причин стояли полевые игроки. Однако счет был открыт лишь за пять минут до окончания первого тайма. Сделали это футболисты Химикам. А за 20 секунд до конца первой половины встречи команда СКК отыгралась. Во втором тайме пошла открытая игра. После быстрого обмена голами за дело всерьез принялись игроки Химикам. В течение восьми минут они создали комфортный отрыв в три мяча. Восстановить паритет футболистам СКК не удалось. Встреча завершилась со счетом 8-4 в пользу номинальных гостей. В итоге Химик не просто сравнялся с СКК по очкам, но и обошел эту дружину по личным встречам. И теперь занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок чемпионата города в высшей лиге пройдет в этот четверг. В 21.30 на площадку Норт-Арены выйдут команды Пахарь и Динамо. Пришло время для рубрики «Открытый город». Анонс ближайших прямых трансляций на нашем телеканале прямо сейчас. В прямой трансляции 15 января в 21.30 смотрите чемпионат Архангельска по мини-футболу. В зале спортивного комплекса Норт-Арена встретятся команды Пахарь и Динамо. А 17 января все поклонники хоккея с мячом смогут насладиться захватывающей игрой прославленных команд. В 19 часов в прямом эфире телеканала ПС пройдет чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги «Водник» и «Кузбасс» из Кемерово. 18 января спортивный клуб «Водник» отметит 90-летний юбилей. На сегодняшний день «Водник» – самая титулованная команда по хоккею с мячом в России. Северяне 9 раз становились чемпионами страны, 6 раз – обладателями Кубка России, трижды завоевывали Кубок Европейских чемпионов и дважды Кубок мира. 18 января в 17 часов смотрите прямую трансляцию из Театра драмы, где состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею любимой команды. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639 720. Откройте город вместе с нами. Курс рубля продолжает ослабевать по отношению к доллару и евро и обновил минимумы 2015 года. Такая динамика обусловлена продолжающимся падением цен на нефть. По данным Центробанка на 15 января курс доллара США составил 66 рублей 10 копеек, евро – 77 рублей 96 копеек. Это была «Панорама Севера». Через пару минут смотрите программу «В центре внимания». Как началась самая длинная учебная четверть в школах и как в целом развивается сфера образования Архангельска? Эти вопросы Артемий Заварзин задаст директору департамента образования мэрии города Татьяне Агибиной. А я, Ирина Кожина, прощаюсь с вами. Хорошего вечера. До свидания. 15 декабря на территории Архангельской области будет пасмурно, небольшой снег. В Вельске 5 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный. В Котласе минус 10, минус 8. Пасмурно и небольшой снег. В Мирном также до 8 градусов мороза. Весь день облачно, снег и ветер. В Новодвинске пасмурная погода днем минус 19 градусов мороза. В Архангельске пасмурно, временами небольшой снег. Утром минус 24 градуса. В течение дня температура начнет повышаться. И к вечеру столбик термометра поднимется до 21 градуса ниже нуля.